книга открытым оком тема смерть том 30 вопрос 410 8 что можете сказать о похоронах патриарх алексия 2 9 декабря 2008 года смотрела по телевизору вся страна отвечает игнарии тихонович лапкин грандиозное шоу с неимоверными тратами при быстро нещающим народе комсомольская правда на первой странице после возле портрета живого патриарха в куколе на правом плече оказался штрих-код пишет помолитесь о нем вот текст за упокойной молитвы упокою господи душу новопредставленного раба твоего святейшего патриарха алексия сохраняю орфографию все местоимения относящиеся к богу пишутся с большой буквы твоего ты он все три слова с большой буквы здесь же все наоборот с большой буквы пишутся эпитеты относящиеся грешному покойнику святейшего с большой буквы а о боге твоего с маленькой когда говорится о боге то во всей библии пишется только святой есть еще и сравнительная степень святее превосходная степень святейший и на и святейший слово свят в разных словосочетаниях во во всей библии встречается одна тысячу тридцать пять раз и ни разу бог не называется святейшим это слово встречается в библии только всего четыре раза когда говорится о храме и о вере христиан 2 маковиска 5 15 он дерзнул войти святейшие на всей земле храм 3 маковиска 117 а матери и кормилицы оставляя и здесь и там новорожденных детей иные в домах другие на улицах неудержимо сбегались во все святейший храм числа 18 10 на святейшем месте ешьте это все мужеского все мужеского пола могут есть это святынею да будет для тебя иуда 1 20 а вы возлюбленные назидая себя в святейшей вере вашей молясь духом святым все так простите иуда 1 20 а вы возлюбленные носит назидая себя на святейшей вере вашей молясь духом святым все остальное названо дымным надмением мира сего патриарх жил в этом дыму словословий в лютой неправде и по смерти еще наговорили о нем составы неправды он идет к богу святому как один из величайших грешников на планете и его уже отошедшего от своего гниющего тела называют не многогрешным а нафематствованным а святейшим пред богом всего лишь святейшим пред богом всего лишь святым ясно что с таким эпитетом человека бог не должен даже посметь судить или выговорить ему а просто уступить ему свой престол саваофа согласно эпитету святейший откровение 15 4 кто не убоится тебя господи и не прославит имени твоего ибо ты един свят все народы придут и поклонятся пред тобою ибо открылись судьбы твои у меня нет телевизора но я слушал по радио всю эту процедуру и кого только не нанесло на похороны с кем он своей жизни и икшался те и прибыли к его одру откровение 18 2 сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы по всем канонам вселенских и поместных соборов патриарх должен быть тысячекратно низвержен отлучен и предан анафемия люди же совершенно не знающие писания и не имеющие страха божия уже при жизни канонизирует его его как безгрешного папу и небогрешимую греховность в аргументах и фактах тоже на первой полосе поместили фотографию редигера дроздова и оповестили он молился о каждом из нас как и о чем он молился если меня он узнал и спрашивал лично по имени а мне у епископа антония и однако же даже на посланные ему составленные мною симфонии книги ни буковки не прислал то как он мог о каждом молиться в это за каждого вхожу и я лично я молился о нем всегда ежедневно с произношением его имени и при жизни его и после смерти его он нуждается в помощи но помогут ли ему эти наши ходатайства экклесиаз 9 4 кто находится между живыми тому есть еще надежда так как и псу живому лучше нежели мертвому льву широко было оповещено о видении патриарху с того света 28 октября 2002 года святого феодосия печерского информация о видении помещена в интернете в интернете на сайте а.р. и агентства русской информации по сообщению этого агентства патриарх алексий передал дословно то что он услышал от старца игумена двоеточие кавычки открываются отпали от бога ты и многие братья твои и к дьяволу припали произнес святой и правители руси не правители уж суть окривители и церковь потворствует им и не стоять вам по правую руку от христа и ждет вас мука огненная скрежет зубовный страдания бесконечные ащи не опомнитесь окаянные милости господа нашего безгранична но слишком долг для вас путь к спасению через искупление бесчисленных грехов ваших а час ответа близок прошло целых шесть лет после этого известия и что патриарх обличил правителей разграбивших страну отдавших ее в руки христа ненавистников господь затем воздвиг обличителя из среды епископата диамида но они и его отвергли ни живым ни мертвым обличителям не верят и потому нет им никакой надежды на спасение 2 паралипоменон 25 16 когда он наговорил ему царь отвечал разве советникам царским поставили тебя перестань чтобы не убили тебя и перестал пророк сказал знаю что решил бог погубить тебя потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего пышные похороны иногда даются тем кто в жизни сделал какое-то доброе дело и бог как бы рассчитывается с ним чтобы в вечности этот прославляемый людьми грешник мог получить только одно мучение за свое упорство и нераскаянное сердце жития святых далеко не все описывают сколько раз подобные явления были но они все же есть в книгах повествуется о том что как жестоко ошибаются духовно слепые людишки когда видят одно и не зря скрытого от них внешне все богато поют хоры и конят лад горят свечи а в действительности тут разыгрывается языческий спектакль во тьме суеверий бесовский шабаш об этом православным сердцам ох как больно слышать но лучше здесь это принять к сведению когда еще можно раскаяться и что-то изменить чтобы не стоять с левой стороны от христа бог истинного вместе с правителями кривителями собрать с оборотними безбожными в рясах жидовскими хитрющими предтечами антихриста так простите еще раз с оборотними безбожными в рясах жидовскими хитрющими предтечами антихриста память 20 января евфимий он говорил еретики это видимые бесы описывается о том как в египте все считали одного старца святым а ефимий видел что дьявол вынимал из него душу трезубцем 23 июня память покаяние феофила дьявол гладил его по бороде и целовал уста только слушайся меня сказал дьявол дам власть больше епископской бесы шли зажженными свечами в светлых одеждах память 2 октября андрей уродивый когда хоронили богатого то он видел как бесы крапили тело его зловодной водой и сыпали пепел и проклинали похоронную процессию в первую очередь священнослужителей видел однажды похороны неверующего богатого священники пели со святыми упокой а бесы в это время крапили умершего зловодной водой сыпали залой и говорили бедные христиане человека повинного во всех грехах ублажают и видел это только один человек всегда значит может значит может же быть такое ослепление всех до одного когда дух лжи во всех репортерах и во всех референтах патриарших его окружении 3 ассар 22 23 и вот теперь попустил господь и духа лживого в устах всех сих пророков твоих но господь изрек о тебе недоброе выступают с похвальными речами ире и архиереи и не отпевают грешника как будто а торжественно сопровождают праведника в небесной обители и за четыре часа сего торжества имя христово и слова божия не упоминается не считая названия храма христа спасителя да и нужен ли этот монстр богатых знатных сопровождают при жизни и после смерти неимоверные траты здесь было задействовано и оторвано от до президента его сподручных сотни и сколько и откуда приехала масонов и нехристи и горы белых и алых роз евангелие от луки 16 23 31 и ваде будучи в муках он поднял глаза свои увидел вдали авраама и лазаря на луне его его запив сказал отче авраами умилосердись надо мною и пошли лазаря чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой ибо я мучаюсь в пламени всем но авраам сказал чада вспомни что ты получил уже доброе твое в жизни твоей а лазарь злое ныне же он здесь утешается а ты страдаешь и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть так что хотящие перейти отсюда к вам не могут также и оттуда к нам не переходят тогда сказал он как прошу так прошу тебя очень пошли в дом отца моего ибо у меня пять братьев пусть он известует им чтобы и они не пришли в это место мучения авраам сказал ему у них есть моисея и пророки пусть слушают их он же сказал не точь авраами но если кто из мертвых придет к ним покаются тогда авраам сказал ему если моисея и пророков не слушают то если бы кто и из мертвых воскрес не поверят после смерти всего лишь два варианта два места в рай или в ад все остальные придумки для поповского кармана и для ленивых и безверных и потому нужно проигрывать перед собой мысленно оба варианта до суда божия никто не знает где сей человек за редким исключением и судить бог будет согласно слово божие у них есть моисеи и пророки библия его глята на 1248 где душенька алексея теперь придет одна по мытарством где ему вечность проводить строительство храмов и открытие монастырей это не духовная жизнь а пустота может быть его гает матфея 23 38 все оставляется вам дом ваш пуст считают количество зданий под куполом а это все могут быть только страшные вертепы разбойничий матфея 21 23 и говорил им написано дом мой домом молитвы наречется а вы сделали его вертепом разбойников в каждой газете выставляет великую заслугу советскому патриарху открытия 600 монастырей и строительство 25 тысяч храмов да это же все по разнарядке властей с которыми был патриарх спутан всю свою сознательную жизнешку дрожал боялся слова упреки людоедскому режиму сказать и от той власти получил ходатайство на получение сана и льготы и награды он и тогда до небес кодил во славу кпсс и этой антинародной власти все из той же кодильницы с языком дифферамбы издавал да какая же трудность была ему с открытием этих публичных храмов под которые отдавали с легкостью дома культуры иные заведения намного труднее было алексии первому когда при хрущеве подряд закрывали храмы это же алексии второе только бумаги подписывала сегодня пишут сокрушенно сердце патриарха не выдержала скоропостижная смерть и беспринципные врали иов 2425 если это не так кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою премудрость 28 11 человек богатый мудрец в глазах своих но умный бедняк обличит его патриарх ридигер делал очень многое вопреки канонов церковных так и не вылез и закумите языку мини тического сброда из экуменического сброда не предал анафеме треку треклятую декларацию строгородского если брать во внимание что сказал я златоуст то большая часть священства погибает если вспомнить что открыто было убогому серафиму саровскому цитата но господь ответил не пощажу но господь ответил не помилую их архиереев ибо они учат учением человеческим и языком чтут меня а сердце их далеко отстоит от меня если поверить что умер раб божий алексий внезапно без раскаяния в злых делах и деяниях мирового масштаба если открыть библию и расслышать ее премудрость соломона 65 страшно и скоро он явится вам и строг суд над начальствующими но начальствующим предстоит строгое испытание то получается совсем уж мрачная картина загробной участи этого несчастного человека умершего отошедшего на суд позже на 80 году жизни земной не евангельской не апостольской не благовестнической неподвижнической неужели так и не был послан к нему ни один пророка всемогущего бога иеговы чтобы сказал прямо в глаза ему и римея двадцать девятнадцать накажет тебя нечестие твое и отступничество твое обличит тебя и так познай и размысли как худо и горько то что ты оставила господа бога твоего и страха моего нет в тебе говорит господь бог сама ванглета она 12 48 отвергающие меня и не принимающие слов моих имеет судью себе слово которое я говорил она будет судить его в последний день товарищи попы прошу вас помолчите хотя бы полчаса не митингуйте яра на выходе большом вы куколки личинки все одинаковые и молодой и старый умолкните и дайте место богу пусть он хотя бы раз заговорит и не играйте роли недотроги вам не знаком ни русский не иврит вот первые понятные глаголы на русском но с детства пользуйтесь им он вами перетерт и перемолот а в церкви вне закона идти с ним в начале сотворил бог небеса и землю в начале было слово слово бог потом невежды на него носили и вытеснили прочь за храмовый порог не дергайтесь под тесною попоной бог вытряхнет вас как не раз случалось и не бравируйте значимостью значимостью поповской ни животом ни гривой рыжий чалой к вам послана божественное слово оно дошло через святых пророков дороже всех постов земных поклонов как вы посмели шепелявить против по слову божию бог будет нас судить тогда о чем же толковать посмели к нему не привели слепых овец следы просуетились над мощами мелко расхристанное паства ваша полнота темнее ночи в царстве фараона не тот устав и жизнь пошла не то вы искалечили их задолго до фронта теперь ответить всем вам предстоит за суеверия шаманство отступления евангельская вера вот надежный щит до исправления не вставать с коленей 29 декабря 2008 год игнатий лапкин